В Нью-Йорк прилетел Фёдор Бондарчук. Преуспевающий российский режиссёр привёз свой первый, пока единственный, 3D-фильм «Сталинград». Это не только самый кассовый, но и самый спорный фильм года. Хотя крупных скандалов на болезненную в России тему войны режиссёру удалось избежать. Но, конечно, Елена Мещерякова не смогла не спросить об историческом скандале с Виктором Шендеровичем, Оскаре и о социальных сетях. Он говорит, что снега в Америке больше, чем в России, а потенциальных зрителей столько же. В отечественном прокате «Сталинград» увидели 7 миллионов. Здесь русскоязычных эмигрантов не меньше. Причём пресса фильму уже не нужна. «Сталинград» стал не просто выходом большой русской картин, а такое большое общественное событие. Если ты не отписался и не написал комментарий по поводу «Сталинграда», значит, тебя просто нет в сетевом пространстве. К последним медиа экспериментам на военную тему Бондарчук относится отрицательно. Опрос о блокаде на дожде Шендерович, об Олимпиаде на Эхе – свидетельство вседозволенности, а не наоборот. Мера сегодняшней свободы и вседозволенности абсолютная, поэтому каждый человек попадается на собственной дурости или желании в пустоте собственного существования проявить себя. Ничего более. Сам Бондарчук в сети не живёт, но читает всё, включая реакцию министра культуры на вылет из Оскаровской номинации «Лучший иностранный фильм». Не попали в шорт-лист, потому что там не было ленд-лизовской тушенки. Вот так вот сказал министр культуры. А вы думаете, почему? Я не… Это же второй раз. Нас в Всесоюзном государственном институте кинематографии учили. Я никогда не думал, что я обращу на это внимание. Профессия режиссёра предполагает собой держать удар. Поэтому… Ну а что комментировать? «Девятая рота» была тоже номинирована. Дебютная моя картина на «Оскар» и мы не попали в шорт-лист. Жизнь на этом не заканчивается. И примеры тому массу просто… Огромное количество… Огромная такая точка напряжения была большая, что все ждали. Мы действительно были близки. На «Голден Глоу» по-моему нас разделяло два голоса. Визит успешного режиссёра на «РТВА» не оставил без внимания наш коллега Виктор Топалер. У него другие вопросы. Не пропустите. Елена Мещерякова специально для «Эхо-недели». Спасибо.